Развлечение, опасное для жизни или сплошное надувательство. За умеренную плату предприимчивые дельцы предлагают безобидные, на первый взгляд, развлечения для детей, прыжки на надувном батуте. 30 минут скачек от 150 рублей. Дети не могут пройти мимо ярких резиновых аттракционов. Родители платят и не задумываются об опасности. Прыгать на батуте любят все дети, да и подростки. Резиновые персонажи любимых сказок и мультфильмов встречаются в парках, скверах, на игровых площадках и вообще в людных местах. Малыши пищат от восторга и просят маму и папу еще. Мама и папа раскошеливаются снова и снова. И мало кто задумывается, надувной корабль – это сложное техническое изделие, подлежащее обязательной сертификации. Высота должна составлять больше роста ребенка. Соответственно, рост ребенка составляет 20 сантиметров. У нас есть ростомер. Пока те, кто официально работает с муниципалитетами, регулярно проверяют. И это не попадает под президентское кошмарит бизнес. Вопрос безопасности. Частники детский восторг измеряют в рублях. Без документов и опасений. Бизнес. Ничего лишнего. Этот чуть ли не на проезжей части. Верхних креплений нет, да и снизу через раз. Документов тоже нет. Оператор судорожно кому-то звонит. Я не знаю, он трубку не берет. Ну, то есть как? У вас приходит проверка, и вы просто говорите, не берете трубку? Я не могу, чтобы поделать, если он трубку не берет. Документов мы так и не дождались. Прохожие оказались неравнодушными. Надо пристегнуть, сейчас ветер дунет. Это страшно для здоровья. Я даже не представляю, почему этот чувак в сарах везде так находится. Я думаю, это вообще не шутки, можно сказать. Это опасно. Впрочем, нашлись и те, кто опасности в таких развлечениях не видит. Вас устраивает то, что ваши дети сейчас находятся в таких условиях? Меня устраивает. Темно. Конечно же, с этого батута в небо не улетишь. Зато можно попасть в больницу. Падение с такой высоты даже для взрослого человека может закончиться серьезными травмами и длительной реабилитацией. Врачи говорят, что страховочные подушки и сетки – не гарантия безопасности. В сезон допрыгавшихся. Везут и везут. На скорость с мигалками. Когда они к нам посыпаются, у них травма в верхе конечность. Это очень тяжелые переломы. Там последствия. Вот здесь я не знаю, для чего они вообще нужны, для чего они развивают у ребенка, кроме работы для нас и все. Есть компрессионный перелом позвоночника, потому что динамическая нагрузка. Дети прыгают-прыгают. Квостная система у них слабенькая. И у нас несколько детей лежало. После этого гипсокорсет на 2-3 месяца зависит от уровня перелома. Длительная реабилитация после снятия корсета. У детей нет чувства страха. Они прыгают, им весело. До тех пор, пока не становится грустно, страшно и очень больно. Екатерина Шиверова, Сергей Емельянов, Игорь Зверев, Республика.